Привет, как дела? Сегодня будем с вами готовить шарлотку с апельсинами. Это мой собственный рецепт. Я в последнее время подсела на шарлотку, делаю ее на сковородке. Мой ленивый рецепт. Ну что, тут у меня мандаринки накупила к Новому году и вот остались старые яблоки. Купила новых. Их надо будет выложить в мою тарелку для фруктов. Ну вот такое вот яблочко уже старенькое, поэтому использую его в шарлотку. Это тоже. Вот эти два. Четыре яблока. Возьмем три, это я так съем. А остальные уже можно выкладывать вместо тех. Честно говоря, третий раз буду делать. Первая шарлотка у меня подгорела на сковородке, вторая нечего так получилось. Сегодня попробую с апельсиновым вареньем, которое я только что приготовила из кожуры. Помните, я вам рассказывала. Вот так вот оно выглядит. Только-только его доварила третий раз и еще жидкое. Ну, часть использую, остальную часть доварю. Вот достала сковородку, которая с антипригарным таким покрытием. Второй раз я на ней жарила, не подгорела у меня шарлотка, поэтому буду на ней жарить. Наливаем масло и готовим тесто. Тоже немножко масла, чтобы тесто не пригорало налью. Разбиваем три яйца. Такие три яйца будем мать. Раз. Раз. Три. Насыпаю... Сахар. Так на глаз сыплю около стакана. Щепотку соли и побольше соды, чтобы пирог получился воздушный. Теперь взбалтываю все венчиком. Миксера у меня нет, поэтому работаю вот такой штукой. Включаем плиту. И надо нарезать яблок. Но сначала сейчас муку засыплю. Сыплю немножко муки тоже на глаз. Где-то около стакана. И все это снова взбиваю венчиком. Тесто должно получиться жидким. Ну, в принципе, кто из нас не делал шарлотку, все знают, как ее делать. Единственное, только я экспериментирую с ингредиентами. Тут маме подарили на Новый год вот такие вот финики из Ирана. И я их тоже несколько штук в прошлый раз на шарлотку использовала. Несколько штучек положим. Вот так. Они с косточками. Надо будет быть осторожным, когда будем резать и есть эту шарлотку. Ну вот яблочки почистила. Теперь нарезаем на сковородку прямо. И все, зальем это тесто. Вот такой вот ленивый способ производства шарлотки. Очень быстро, буквально за 20 минут она и готовится. Сладенькое я люблю. Куда ж от этого денешься. Не знаю, с чем пить чай. Уже все перепробовала. Просто пустой чай пить не могу. Надо чем-то закусить. Ну вот, три яблока я порезала. Теперь заливаем тесто. Я сначала на края его пускаю. А потом уже до серединки дохожу. Чтобы оно равномерно легло. Затем. Вот так вот. Раскидали, размазали. Еще остатки. Вот такая красота у нас будет, надеюсь, шарлотка получится зачетная. Ну а пока накрываем все это крышечкой и ждем, немножечко температуру сменим на пятерочки, пусть жарится, чтобы не сгорела. И теперь ждем, когда у нас созреет наша шарлотка. Шарлотка готовится, сейчас будем пить чай, маме подарили такой вот интересный чай с привкусом gingerbread, то есть с пряничным вкусом. Попробуем? Попробуем. Попробуем. Завариваем крошку. Утонул. Слишком много. Что значит одной рукой снимать, а другой? Ммм, как пахнет пряником-то. Надо немножко слить. Такой вот пряничный чай. Ну а шарлотка уже подходит, еще немножко пропитется, как раз мой чай остынет и будем наслаждаться его вкусом. Ну вот, пожалуй, хватит, наверное, мучить шарлотку. Такая вот она у нас получилась. Немного беленькая, но ничего дойдет. Главное, что с апельсинами. Там подгорело, но ничего, так неплохо. Перекладываем тогда на тарелочку. Вот такой вот пирог получился у меня к чаю. Красота! Сейчас будем есть. Ну что, попробуем. Вот такой кусочек в разрезе. О, падает все. А, это финик. Вкусный финик. Ну, попробуем. С апельсиновым вареньем как-то по-другому играет вкус. Яблоки с апельсином. Что-то мне это напоминает, типа, вкуса глинтвейна. Значит, пирог со вкусом глинтвейна и пряничный чай. Бон аппетит!